В Петербурге состоялось заседание военного совета ВМФ России, посвященное итогам уходящего 2014 года. Как проходила боевая учеба в частях и на кораблях флота? Какие результаты были достигнуты в ходе учений и морских походов? Как была организована работа по вводу в состав ВМФ кораблей и подводных лодок нового поколения? Эти вопросы стали ключевыми во время заседания военного совета. Заседание военного совета, собравшее командный состав всех флотов, прошло под руководством главкома ВМФ Виктора Черкова. В своем выступлении он сделал детальный анализ достигнутых в 2014 году результатов. В общей сложности боевые корабли провели в море 11 тысяч 300 суток, а общий налет морской авиации составил более 24 тысяч часов. Было подготовлено свыше 30 тактических групп кораблей и около 15 группировок разнородных сил в составе ВМФ. Основные все задачи военно-морской флот решает в составе разнородных ударных групп, а сегодня решает задачи уже в составе межвидовых группировок вооруженных сил Министерства обороны. Вот здесь нам предстоит, конечно, огромная работа. Мы должны четко определить, какие формы, способы применения военно-морского флота в современных условиях сочетном поступлении на урожение нового техники, новых ракет и другого вида оружия. В 2014 году, подчеркнул главком, командование ВМФ сосредоточило главные усилия на повышении уровня подготовки тактических групп, отдельных кораблей и подводных лодок, воинских частей морской авиации и береговых войск. Такой акцент прежде всего связан с качественным изменением состава военно-морских сил, их оснащением, новейшей техникой и передовым вооружением. А в завершении заседания состоялось награждение подразделений, экипажей и специалистов МФ, которые показали лучшие результаты в ходе проведения состязаний и конкурсов по морской, полевой и лётной выучке. Морская индустрия России всё активнее ориентируется на азиатский рынок, который сегодня развивается ускоренными темпами. Значительным шагом в осуществлении контактов с коллегами из Азии стала деловая встреча представителей российской, корейской, китайской судостроительной промышленности. В рамках встречи состоялась презентация российской компании, ориентированной на развитие и внедрение передовых технологий комплексного оборудования для кораблей и судов. Сегодня актуальной задачей для компании является выход на мировой рынок и, прежде всего, на азиатско-тихоокеанский. И в последнюю очередь это связано с санкциями, введёнными против российского бизнеса. Представители этих рынков, присутствовавшие на деловой встрече, выразили большую заинтересованность в сотрудничестве с российскими коллегами в сфере научных разработок и методов их внедрения как на военных кораблях, так и на судах гражданского флота. В свою очередь, коллеги из Азии хотят представить на российском рынке собственную продукцию. Наша компания – поставщик систем для судовых жилых помещений. Мы производим четыре основные типа продукции. Это панели, противопожарные двери, санитарные кабины, иллюминаторы и оконницы. В ходе встречи было заявлено, что деловые контакты между российскими и азиатскими судостроителями должны выйти на более высокий уровень сотрудничества. Так, китайские партнёры вместе с российской компанией «Морские комплексные системы» планируют в ближайшее время создать совместное предприятие на территории нашей страны. Ярмарка морских профессий для школьников прошла в Выборгском районе Петербурга. Её формат – увлекательная игра по станциям. Участники вязали морские узлы, отгадывали зашифрованные послания и строили своими руками корабли. Цель мероприятия – популяризация морских и рабочих специальностей. На то, что в ярмарке примет участие такое количество школьников, более 150 человек из 27 общеобразовательных учреждений, Морской молодёжный совет, организатор мероприятия, вряд ли рассчитывал. Нужно рассказывать, показывать ребятам. И чем больше и шире мы это сделаем, тем лучше. У нас проводится традиционно в районе Межвузовский день открытых дверей, но там не было представлено данный сегмент профессии. У нас появилась такая возможность, к нам обратились с инициативой концерна «Аврора» Молодежный совет Санкт-Петербурга, и мы с радостью поддержали. Ребята разделились на команды, каждая со своим оригинальным названием. Были и морские дьяволы, и ежи, и черепашки. Перед началом квеста участникам команд раздали путевые листы. Задача – быстрее, правильно выполняя все задания, прийти первыми в порт приписки. На станциях сложные вопросы о морских и речных судах, об истории военно-морского флота. Судьи – представители гражданских военно-морских учебных заведений. Я буду представлять великих адмиралов, выдающихся флотоводцев, которые как-то прославили нашу страну. Тем самым я буду показывать пример подрастающему поколению, что стоит стремиться получать военно-морские профессии, ну, не обязательно военные, также прославлять нашу страну. В доме молодежи «Форпост», где проходила ярмарка, стало жарко. Команды перемещались с этажа на этаж от станции к станции. Участники показывали свое мастерство в вязании морских узлов, делали поделки в виде моделей кораблей, соревновались на импровизированных шлюпках. Очень понравилось, здесь все любопытно, много нового можно узнать и понять для себя. На первый взгляд – развлечение, но на самом деле профориентация подрастающего поколения в сфере морских специальностей. Я считаю, что эта ярмарка – это в первую очередь очень интересный эксперимент для школьников. Они узнают много нового, они расскажут, заявят о себе уже как люди, которые как-то относятся к морю. Ярмарка морских профессий стала важным, ярким и запоминающимся событием. Организаторы надеются, что подобные мероприятия будут проведены и в других районах города. У нас есть договоренность с Адмиралтейским районом, у нас есть договоренность с Кировским районом, надеемся выйти на Красносельский район, а также это Петроградский район, Невский район. Но там все это проще, поскольку там есть базы, есть морские классы, но уже мы получили следующую очередь Адмиралтейский район и градообразующее предприятие – это Адмиралтейские верфи. По итогам мероприятия организаторы вручили участникам призы и подарки от правительства Петербурга и спонсоров мероприятия – предприятий судостроительной отрасли. В Петербурге провели конференцию, посвященную столетию Первой мировой войны. Историки рассказали об участии в морских сражениях русского флота и провели параллели событий столетней давности с сегодняшним днем. Конференция была организована Всероссийским движением в поддержку флота. В морском корпусе Петра Великого развернули экспозицию, посвященную ключевым событиям Первой мировой войны на море. Во встрече приняли участие представители морского корпуса Петра Великого – ученые и историки. Они рассказали о ключевых событиях с участием флота Российской империи на морском театре боевых действий. К моменту начала войны русский флот возродился и стал одним из самых крупных. «Были реализованы две кораблестроительных программы – малая и большая. Две. И флот фактически вступил в войну готовым. То есть те задачи, которые были поставлены перед флотом на Первую мировую войну, они были выполнены. И единственное, что российский императорский флот не смог сделать – это захватить Черноморские проливы для выхода в Средиземноморье». Основные события для русского флота развивались на Черном и Балтийском море. На Балтике военные моряки защитили Петербург и не допустили высадки немецкого десанта. На Черном море активно противостояли турецким кораблям и в конце концов установили контроль над акваторией. Но революция и последующая гражданская война стали катастрофой для флота Российской империи. Изрядно досталось Балтийскому флоту. Черноморский и вовсе был потерян. «У нас не оказалось кредитов на получение патронов, снарядов из-за рубежа. Нам нечем было снабжать флот и армию. Поэтому вопрос собственной промышленности, собственных научно-технологических разработок, он также ключевой и в 21 веке». Конференция, посвященная урокам Первой мировой войны, их значению для морской деятельности в современных условиях, не единственное. Движение в поддержку флота планирует провести еще три таких мероприятия, которые наиболее полно раскроют все сложные вопросы не только столетней давности, но и перспективы развития отечественного флота в будущем. 45-ю годовщину отметила третья флотилия подводных лодок Северного флота. Это было самое мощное объединение атомных субмарин в мире. Подводники флотилии осваивали первые отечественные ракетоносцы, испытывали новое оружие, совершили сотни дальних океанских походов и напряженных служб. Торжественный праздник по случаю 45-летия третьей флотилии подлодок Северного флота состоялся в Военно-морской академии. Отметить юбилейную дату пришли матросы, мичманы, офицеры и адмиралы-подводники, которые в течение 45 лет укрепляли обороноспособность Советского Союза, а затем и России. Корабли третьей флотилии в годы холодной войны выполняли до 30 боевых служб за год в полной боевой готовности с ядерным оружием на борту и не позволили всем, как сейчас их называют партнерам, желающим достичь каких-то превосходства над экономикой, военным потенциалом Советского Союза, а впоследствии России. Подводники третьей флотилии были всегда и во всем первые. В конце 60-х впервые в мире был осуществлен пуск сразу восьми ракет с атомного подводного ракетоносца. Шесть раз подводники покоряли Северный полюс с выполнением ракетных и торпедных стрель. В середине 70-х в составе флотилии находились 11 новейших подводных кораблей, осваивать которые приходилось морякам. И все это в далеких океанских походах. Плавать на подводных лодках особенно, ну если на дня три там демонстрационный парадный выход, это одно. А если месяц, два, три или там чуть ли не вокруг шарика, а такие походы были, это конечно событие очень сложное. Приемницей третьей флотилии стала 12-я эскадра подлодок с пунктом базирования в Гаджиево. И сегодня подводники Северного флота выполняют задачи по охране рубежей нашей страны. Это способ не только ведения военных боевых действий, это прежде всего силы сдерживания, силы которые помогают выстраивать нашу внешнюю политику и уверенно проводить внутреннюю политику. В юбилей третьей флотилии моряки-подводники отметили в торжественной атмосфере. С праздником их поздравили представители морского совета при правительстве Петербурга. Эту дату отмечали не только в северной столице. Десятки тысяч ветеранов гаджиевцев живут сегодня во всех регионах России.